Я бы хотел отметить то, что каждый из наших игроков выполнил ту задачу, которая была ему поставлена с большой самодачей. Были моменты, когда мы не успевали просто перестроиться на быстрый прорыв соперников. И, конечно же, мы имели право на ошибки, мы же не роботы. Вот, в принципе, все. У тебя стоят с твоей покатниками, но в другой половине игры, как ты думаешь, чему тренер решит довериться? Я считаю, что тренеру лучше виднее, честно. Я всегда выполняю задачи, которые он ставит, и думаю, что он посчитал нужным поберечь меня на скамейке и выпустить более опытного игрока, чтобы получить результат. Как тебе сегодня противостояние с Колманом? Ты сегодня багато знамирал в противоборстве. Колман – хороший игрок, очень сложно с ним играть. Он всегда самодачливый, борется за каждый мяч, что, в принципе, и должен делать игрок. В принципе, приятно играть с такими игроками. Спасибо. В комментариях после матча кучу глава тренера команды «Фаро» ЗМТУ «Запорежье». Пожалуйста, Кирилл Баршаков, ураженный от матча. По ходу всей игры было очевидно видно, что для обеих команд эта игра носила большое значение. Как для нас, не скрою, так и было очевидно видно, что и Гаверла делала все для того, чтобы это была одна из лучших игр. И команды играли очень неплохую игру. У нас было по ходу игры преимущество. Я недоволен, что мы в конце игры его несколько растратили и привели дело к концовке, в которой шансы призрачные какие-то оставались. Мы должны были где-то забить лишний штрафной, лишний бросок, один-два раза отзащищаться. И, конечно, не должны были допускать. В этом наш минус. Хочу отметить очень полезную. Он сегодня, наверное, был одним из лучших, если не лучшим, достаточно молодого нашего парня, Стас Дикий. В моменты его нахождения на площадке практически был нейтрализован Колман им. В протоколе я посмотрел, нет двух перехватов, которые я отчетливо видел, прекрасно помню. Может быть, их записали в командную, может быть, другому игроку. Но это была его работа. Плюс он очень агрессивно и активно помогал на счетах и в атакующих действиях. В целом, ребята, молодцы. И тот отпуск, сравнительный отпуск двухнедельный, который нам календарь предоставляет, мы, конечно, посвятим подтягиванию кондиций и подготовке к следующему этапу чемпионата. Спасибо. Ладно, лишь вопрос. Пожалуйста. В конце второй четверти я почувствовал, что команда стала не такой свежей. Я немножко критикую наших ребят, что они где-то в конце подрастеряли то преимущество, которым команда владела, игровое и в счете. Может быть, может быть, я с вами соглашусь, где-то есть элемент того, что была какая-то усталость. Хотя, в принципе, она сегодня не играла такую значимую роль, как, скажем, в Николаеве, после овертайма в Южном и так далее. Вы еще задоволенны сегодня игрой о рейдинге Кулкепера? Он не стал, что надо, что надо больше, чем 20 лет. Да, я вас понимаю. Вы понимаете, если игрок в 5, 7, 10 играх подряд становится самым результативным игроком команды, соответствующий логический ход любой команды соперника – это бросить все свои силы на нейтрализацию лучших игроков. Я не буду говорить за Евгения Мурзина, наверное, это вопрос к нему, как они строили игру. Но мне показалось, что игра строилась на него. Это развязывало руки другим игрокам, в том числе Шапову, в том числе Дэвису, в том числе Бутскому Рыбалко и Дикому. И свою задачу он выполнил. Он стянул на себя большое количество оборонительных игроков и помогал таким образом играть. Естественно, если бы он забил один-два из своих открытых бросков, я был бы более доволен его действием. А вы на кого оценкували игру? Позвольте, мы не последний раз встречаемся с Гаверлой. Я прошу прощения, я на этот вопрос не хотел бы отвечать. Спасибо. Интересная игра получилась, конечно, не жалко, что не в нашу пользу. Все закончилось. Провальный первый очередь, ну, старт игры, догоняли, в принципе, догнали в концовке. Ну и, как всегда, наша болезнь, которая, не знаю, преследует нас весь сезон, это штрафные. 50% штрафных, это очень мало. Ну, в последнюю атацию ты выходил на три очка викидок, до того мяча дышал? Чи, все ж таки, ну, на кого розраховывал тренер, чтобы осталось 30 км депрессия? Больше вокер должен был атаковать, да. Ну, они сыграли, я считаю, правильно, фол. То есть фол был оправданный у них, каждый фол, потому что разница была в три очка. Да, смысла нам давать было не было, бросать трех очков. Кого вы не втримали в сподях, а? Кого вы не втримали? Ну, шаппл хорошо начал, очень хорошо начал шаппл, потом, в принципе, много не забил. Так, в принципе, справились. Как бы, так, я не сказал бы, чтобы, как их лидеры забили много, забивали всегда, не Калпепер, не Гуин, не позабивали по три очков, как они бывают, забивают. Спасибо. Ну, на останутый комментар, внутренне, кроме договора, Ваня Альцин, пожалуйста, ваш комментарий сегодня, кто нас врань? Хорошая вторая половина, бы хотел бы отметить. В принципе, дали забитим всего 33 очка по сравнению с 46. Хорошо защищались, поработали над подбором. Два подбора на своем, только за вторую половину. Вот, ну, увидели сами, все тяжело комментировать, такую игру. Вот, я всегда причины ищу в команде, с себя, с игроков. Очень много ошибок мы допустили сегодня. 20 потерь, 12 подборов на нашем счете подобрали. И 12 промазанных штрафных от игроков, которые, в принципе, до этого не были замечены. 6-1 и 5-1, Волкер и Тикс. 12-2, 11-2 на двоих. Вот, я думаю, что вот эти наши ошибки сыграли с нами такую. И потери. Мы видели, какие глупые потери были. Отработали, отзащищались, подобрали, перехватили. Быстрый прорыв. Выкинули в аут. Есть над чем работать, будем работать. Потенциал я вижу. Команда может, хочет. Вот, ну, не доработали сегодня. Питание. Как на вашу думку, почему против остальных игр команда грает половину таких игр, або друг, половина, або першим? Ну, вы же знаете ответ на вопрос, в принципе. Знаете. Ну, давайте я отвечу. Сегодняшняя помощь украинских игроков. Очень маленькая. Плюс выпал полностью Волкер. Не на себя был похож Тикс, в принципе. Вот и все. Поэтому больше играет американцы. Выиграть 40 минут, выдержать пункт, к сожалению, очень тяжело. Поэтому такие перепады и во Львове такие перепады были. Когда выигрывали 20, и подсели, и подустали. И сегодня то же самое. Чуть не хватило дожать. Не хватило трезвости в концовке. Холодной головы. Где-то может быть и везение определенного. Как вы акцентовали увагу? Кул Пайпер, Шапел. Это, в принципе, по прошлой игре мы не просматривали. У нас было время. Впервые, может быть, подготовиться к команде соперника не в ауральном режиме. Девятого сыграли, и тут подарок четырнадцатого. То есть у нас было время подготовиться. Мы анализировали и Львовскую ездили, снимали игру. Помощник тренера присутствовал на этой игре. И нашу игру разбирали. И смотрели, упорем смотрели. То есть у нас была полная информация. Поэтому и готовились Кул Пеппер и Шапел. Ну, видите сами. Девятнадцать и семнадцать. С кем? А, ну, всегда так плохо, да? Бывает же нормально. Поэтому, я учту. Ну, вы же присутствовали, видели, да? И есть наказание у нас, и разное есть. Ну, это игра, вы понимаете. Это игра. Самые легкие очки бывают самыми нетрудными. Встал вроде бы, самый элементарный. А так же, как пенальти в футболе. Бывает, забивает, встает мастер, забить не может пенальти. О чем мне так говорить? У вас уже давно проблемы с украинцами, так? Ну, вообще, как-то решать. Укрепляться, как-то решать. Я, ну, не знаю. Принимаю полностью вашу. Сейчас изменить, ничто не в силах. По крайней мере, я не вижу пока выхода. Назовите кого. Ну, наверное, еще пока только напоминает о себе. Вы видите стартовые минуты, когда его мячи были. Его, я, ну, сверху, не забитые мячи. Ну, я целиком идет работа. Есть взаимопонимание. Все нормально. Желание, по крайней мере. Человек выходит, как может, борется. Более подробно про него не хочу говорить. Ну, и работа ведется. С украинскими игроками вы видите, какая ситуация. Сегодня нужна была помощь, но, к сожалению, пока ее не получили. Ну, это не ко мне вопрос. Пожалуйста. Скоренность вам вырешиваются потом в финале? Думаю, да. Ну, это же так. Думаю, да. Да.